В эту среду в России будут отмечать свой профессиональный праздник педагоги. 5 октября в календаре это традиционный день учителя. А накануне лучшие тверские представители этой специальности собрались во Дворце детей и молодежи областного центра. В рядах педагогического корпуса столицы Верхней Волжи трудится более 8 тысяч человек. В этот вторник лучшие из них были приглашены на торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. По традиции поздравить пришли представители муниципальных органов власти. Городскую думу представлял заместитель руководителя постоянного комитета по социальной политике Дмитрий Нечаев. Вот этот замечательный праздник, День учителя, это всегда, я считаю, и мой праздник, потому что я из династии педагогов. Родители мои были педагоги, сам я тоже преподавал в школе. И работа педагога, она требует не только высочайших профессиональных качеств, но она еще требует и высоких моральных личных качеств человека. Потому что педагог это тот человек, который ведет за собой детей. Всеми этими качествами обладают тверские учителя и воспитанники детских садов. Среди них и представительница средней школы номер 34 Любовь Кочеткова, которой искренне восхищается ее непосредственный руководитель. Действительно этот учитель, ну как говорят, учитель от Бога. Во-первых, она находит понимание как с детьми, так и с родителями. У нее всегда бывают прекрасные праздники, в которых участвуют не только дети, но и родители обязательно, все это вместе. Плюс еще Любовь Вячеславовна с этого года она в нашей школе возглавит такое направление, как завуч по инклюзии. Традиционно такое торжественное собрание это не только произнесение приветственных речей в перемешку с детскими вокальными и танцевальными номерами, но и награждение наиболее отличившихся. В частности, 12 педагогам были вручены значки и удостоверения почетных работников в сфере образования Российской Федерации. Чтобы войти в список соискателей, которые затем муниципалитет отправят на федеральный уровень, надо пройти все ступени. Нужно пройти определенный путь, получить все награды нашего ведомства, начиная от наград управления образования, регионального уровня наград, федерального уровня наград. Так что уже на следующий день, в среду, эта дюжина награжденных будет вести занятия в школах и детских садах в новом статусе. Который, конечно же, прибавит повода для гордости как их воспитанникам, так и коллективам образовательных учреждений. Еще там. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ